друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец сегодня у нас 25 ноября и я хотел с вами сегодня обсудить свежайший просто горячий скандал связанный с тем что президента зеленского и главу его офиса андрея ермака обвинили даже не в том что их служебное отношение вышли далеко скажем так за рамки рабочих а в том что очередной раз всем гражданам украины нагло соврали в глаза не 1 очевидно и не последний но это ложь является особо циничной на фоне происходящих вещей и в стране на фоне вагнергейта на фоне возможного вторжения российских войск в украину на фоне пандемии наконец на фоне празднования годовщины 8 годовщины начала революции достоинства революции гидности когда президент зеленский глава его офиса андрей ермак нагло врут всей стране относительно того что они находятся на рабочем месте журналисты выясняют что президент зеленский и ермак вместо этого улетают и четыре дня пышно празднуют 50-летний юбилей ермака в государственной резиденции сыне гора на ивано-франкивщине более того не просто летят туда а вероятнее всего как об этом пишут журналисты добираются туда на самолете олигарха игоря коломойского компании приват это все зафиксировано опять же системами типа flight радар и возвращаются на день празднования точнее отмечания дня революции достоинства в киев президент с ермаком вместе идут возлагают цветы на ли герои небесной сотни а потом исчезают исчезают потому что опять летят на вертолете государственные службы чрезвычайных ситуаций дснс летят туда же для празднования а потом рассказывают о том что ничего этого не было и так вся эта история выглядит не просто печально она выглядит очень убого еще раз повторю на фоне угроз с которыми столкнулась страна в то время когда российская федерация накапливает стотысячную группировку на наших границах и об этом в набат бью западные союзники в конце концов через три недели три недели отрицания сначала мы помним заявление о том что это все дезинформация это ложь это прямая цитата алексея данилова секретаря совбеза и других руководителей власти они наконец признают таки да оказывается российский оккупант накопил зачем-то стотысячную группировку а потом кирилл буданов глава главного управления разведки минобороны выходит с картами которых уже шокируют всю украинскую общественность с тем что в этот раз вторжение может пойти еще из территории беларуси из территории временно оккупированного крыма вот такая история и на фоне всего этого президент удаляется интересно кстати без своей первой леди тоже симптоматично улетает в компании ермака и особо приближенных лиц улетает то ли заливать горе то ли что-то еще но понятное состояние можно описать как депрессивный синдром после опубликования очередной порции расследования белленкет после того что заявил генерал василь бурба не просто предательстве о том что крот сидит в офисе президента и многие уже даже догадываются фамилия этого человека андрей ермак андрей ермак более того известно уже его скажем так агентурное прозвище в российских спецслужбах тимофеев так об этом заявил бывший замминистра внутренних дел геннадий москале именно так тимофеев или тимофей он проходит якобы по агентурным данным российской разведки более того издание московский комсомолец это еще вдобавок к этому скандалу сообщают о том что якобы вся эта история с предательством вагнеровцев была связана с тем это сенсационная сегодняшняя публикация комсомольца что якобы ермак договорился с русскими о создании конфедерации между украиной и так называемыми лднр и именно по этой причине нужно было проваливать операцию это новый свежий скандал опять же кто-то скажет вброс русских окей друзья там идет час и зачем русским сливать своего агента я объясню очень просто потому что идет жесточайшая конкуренция между российскими главными спецслужбами фсб свр и гейру и следствием этой конкуренции явилось несколько слива в том числе история с отравлением навального появилась исключительно благодаря если у история с петровым башировом появилось в том числе исключительно благодаря сливу опять же потому что воюют российские шпионы между собой подставляют это выглядеть дико конечно но это правда и вот эта история фирм очком она может точно также иметь российский след и объясняться банальной глупостью но с нашей точки зрения это не объяснима тем не менее это все опять же объясняется дикой борьбой за Это доступ под местным подсолнцем, за которое сейчас ведут просто борьбу не на жизнь, а на смерть российские шпионы. И вот что, еще раз возвращаясь к этому расследованию, тут очень важно понять все подробности, что об этом заявляет Михаил Ткач, который проводил это расследование. Он сообщает о том, что по данным журналистов, Зеленский и Андрей Ермак в пятницу улетели с Банковой. До окончания рабочего дня и полетели в Карпаты на государственную президентскую резиденцию Синегора, где в воскресенье должны были праздновать этот самый 50-летний юбилей. При этом очень странно, повторюсь, информация очень важная, о том, что в пятницу 19 ноября из Киева Вано-Франковск улетел всего лишь один единственный чартер, один единственный, который имеет прямое отношение к группе приват Игоря Коломойского. Не удалось доказать, еще раз, и не опровергнуть, что на этом борту и находилась ни Зеленский, ни Ермак. Но одна очень важная деталь, которая нам поможет в понимании происшедшего. Так вот, оказывается, журналисты опросили работников аэропорта Киев, это Жуляны, основной аэропорт в черте города. Вот, так вот, выяснилось, что в аэропорту Киев этот самый чартер вруливал на взлетку не с места своей стоянки, а за час до взлета к нему запретили приближаться всем работникам аэропорта. Зачем, сказал бы, зачем? Чтобы они чего-то или кого-то на этом самом борту не увидели. Далее, 21 уже ноября, в день революции достоинства, около 10 утра, Зеленский и Ермак, которые были на Ивано-Франковщине, они это, кстати, сами не отрицают, появились на Институтской в Киеве, где возложили цветы, где им кричали «зрадный малорос». Кстати, этих людей, которые кричали «это родственники, игруя в небесные сотни», сейчас преследует и прессует нацполиция. Им сейчас выдвинули подозрения за то, что они обратились к президенту. Со словами «зрадный малорос». Далее, они улетают опять туда же, в Сынегору. При этом, по данным «Украинской правды» журналистов, среди гостей на празднование 50-летней Ермака были замглавы офиса Олег Татаров, одиозный мент, как это принято называть, будем говорить вещи своими венами, мент, один из главных палачей Майдана, министр развития громады территории Алексей Чернышев, которого Зеленский очень сильно приблизил, и которого рассматривает в качестве главы Киевской городской администрации, чтобы поджать, максимально поджать Виталия Кличко. И один из собственников студии «Квартал 95» и близкий друг олигарха Коломойского Тимур Миндич. Вот такая прекрасная компания. Летали они туда, еще раз повторю, государственным вертолетом французского производства, который находится на балансе ДСНС. Этот вертолет, еще раз повторю, их специально закупали для транспортировки особо тяжелобольных, людей раненых, тяжелобольных в тяжелых горных условиях, в том числе в Карпатах. В больнице для спасения людей. И вот этим вертолетом, непрезидентским, Ермак с Зеленским летали. То, что это криминальное дело подсудное, это невозможно будет никак оправдать, это уже очевидно. Они уже наработали еще на очередную статью. Они продолжают отмалчиваться полностью по Вагнергейту. Уже неделю нет никакой информации официальной от Ермака и Зеленского. Они пытаются отдуваться своими вот этими говорящими головами. Вот, Арестович Лещенко и Подоляк. Тут бред, который они несут, как говорил герой Зиновия Герта в фильме «Воры в законе». Таких аферистов Техас, господа, не знал. К сожалению, для этих персонажей вся их стратегия информационная является провальной. Она точно войдет в учебники для журналистов, для студентов факультетов журналистики, как операция полного информационного провала. Власти, то, как они пытаются уйти, отмолчат с этого скандала. И вот мы видим последствия. Скандалы начинают накапливаться, как снежный ком догоняет один за другим. Вся эта история с празднованием 50-летия Ермака – это рецидив старой травмы, рецидив ими полного непонимания, неадекватности, я бы сказал, в которой они сейчас находятся. И расплачиваться за это Зеленскому придется. Не только потери рейтинга, Ермаку еще раз повторю, а расплачиваться придется вполне конкретными криминальными расследованиями, которые будут 100% начаты любой власти, которая придет после них. Потому что любой власти будет просто выгодно, выгодно, с точки зрения, в том числе, общественного резонанса, привлечь к ответственности и Ермака, и Зеленского за все, что они совершили, за то, что они наломали. Вот такие у нас новости, друзья. Оперативно будем отслеживать развитие этой ситуации. Офис президента все это опровергает. В обычном для него ключе Андрей Ермак, как всегда, приплел для оправдания, это низко, еще приплел своих родителей в эту историю, рассказал о том, что ездил к папе, к маме и получил нагоняя от мамы, что бывает редко и выглядит утомленным. Это низко, мерзко, приплетать родителей в историю, вызвать жалость, сочувствие, не трогайте меня, не нападайте, это мерзко. И слабая позиция, будем говорить, совершенно откровенно, то те методы мерзкие, которым примегает глава офиса президента. Еще раз повторю, расплата за все будет в свое время. Еще раз спасибо, друзья, за ваши лайки, комментарии, шеры. Обязательно подписывайтесь на канал, дальше интереснее, актуальнее. В ближайшее время мы запустим также новые проекты. Внимательно следите за анонсами на нашем канале. Появится еще больше информации, еще больше информационных проектов. Таким образом, мы будем развиваться дальше и дальше. Кстати, недавно было проведено исследование украинского сегмента YouTube-каналов. И наш канал вошел в число наиболее динамично развивающихся. Мы очень быстро начали расти. Общее количество просмотров на канале за последний месяц уже превысило 4,5 миллиона. 4,5 миллиона, вдумайтесь, такой результат. Средняя просматриваемость одного видео уже превысила 120 тысяч. Это все благодаря вам, друзья, первую очередь и нашим, конечно же, усилиям. Спасибо еще раз за ваше внимание. Обязательно подписывайтесь на канал и поддерживайте нас на Патреоне. Это необходимо для развития независимой журналистики в Украине. С вами был Тавас Березовец. Пока-пока.